Если люди не предъявляют документы, тем более удостоверяющие личность, то вахтер вправе, если что-то вызывает подозрение у него, какие-то действия, вправе нажать кнопку тревожной сигнализации, прибудет группа быстрого реагирования, отдел вне ведомственной охраны. Как убедились наши бийские коллеги, в образовательное учреждение Наукограда попасть можно только через центральный вход. Посетителей встречает вахтер или сотрудник частного охранного предприятия. Учащиеся проходят в свободном режиме, остальным необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Время и данные о входящих фиксируются в журнале регистрации. И даже после этого гости школы не могут самостоятельно ходить по зданию. До кабинета их сопровождает дежурный администратор. Въезд автотранспорта за исключением спецмашин категорически запрещен. Ежедневно сотрудники учебного заведения проводят обход территории, а также подвалов, чердаков, подслобных помещений. За соблюдением правил следят городские чиновники. Отметим, что только в одной школе Наукограда есть турникет, где дети проходят по карточкам. А вот рамок металлодетектора нет нигде. Из 27 образовательных учреждений 18 оборудованы системами видеонаблюдения. В проекте бюджета БИСКО на 2019 год заложены средства на установку камер в остальных школах. Поддержит ли эту инициативу депутатский корпус, станет ясно ближе к концу года. О том, как соблюдаются меры безопасности в школах краевой столицы, расскажем в ближайших выпусках.